добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о признаках клеветы и наверное последнее о чем я хотел бы сказать конечно в списке признаков это не последний пункт но я хотел бы на нем остановиться потому что не хочется погрязнуть в этом надолго и так последний признак который хотел бы вам дать того что вы столкнулись с клеветой это неустанность что я имею ввиду клеветник никогда не останавливается он как море помните нечестивый как море он никогда не успокаивается у него нет такого момента когда вот он насытился да он сказал все я порочил этого человека и хватит нет всякий раз когда человек которого он порочит начнет поднимать голову как ворон прилетит и начнет долбить его в макушку нечестивый клеветник не важно какого ранга он будет преследовать до конца и никогда не успокоится если вы встречаете человека который пришел к вам и один раз рассказал какой-то негатив потом второй раз потом третий потом четвертый увидите что он не успокаивается вы точно будете знать что он заражен этим духом клеветы и вам обязательно нужно что-то с этим делать как минимум перестать слушать и уж точно не быть тем кто передает эти слова и так человек который заражен духом клеветы никогда не успокаивается и для него никогда не бывает довольна и и и и и и и и